здравствуйте дамы и господа любители ножей я продолжаю тему якутских ножей хочу ответить на один вопрос ну даже и себе я как бы не пробовался якутским ножом вот именно продукты резать и мы сравним совершенно несравнимые вещи то есть вот этот большой якут я взял специально это вот тот нож которыми астраганин делал я его оставил себе так все тестирую его природе потестирую то есть ломать не буду а так самый большой линзой у меня были замечания якобы вот форма у наших якутов немного не такая я еще раз хочу сказать во первых у нас родновидности якутов но в ближайшее время они уже есть только еще на сайте невылочные и следующее видео я буду показывать другие якуты узкие якуты северные друг другой конфигурации у нас я думаю их будет разновидностей 25 приблизительно и дело в том что вот некоторые начинают говорить а вот тут я правильно это неправильный понимаете вот я почитал много литературы посмотрел и пришел к выводу что якутский нож это концепция ножа то есть обязательно что должно быть это односторонняя заточка она может быть это гранью она может быть линзой она может быть большой линзой есть которые имеют скос как сейчас модно называть дробь вот сюда и такие у нас ножи будут некоторые говорили что вот таким ножом неудобно сверлить отверстие понятно что неудобно он не для этого это такой мощный якутский нож общего назначения он больше такое что-то порубить посмотрим как он пойдет на продуктах я взял специально нож то есть здесь он миллиметров 8 разницы между линзой и плоскостью я сейчас хочу ответить на вопрос как он будет именно работать по продуктам по дереву да он изумительно рубить он очень надежный на излом все это замечательно но за счет вот этой линзы за счет этой линзы у людей есть определенные сомнения ну честно говоря не у меня есть мы посмотрим вообще насколько он подойдет там вот разделать селедку сейчас вот я так типа ужин небольшой приготовлю вот там я картошка слосятельной жарится и это вот так еще немножко порежу чисто в сравнении это вот нож который здесь постоянно кухня находится у меня сына очень любит тут наша модель шинковочный большой понятно что для нарезки продуктов это несравнимые вещи конечно это лучше именно для продуктов но я сейчас буду мы еще будем смотреть возможности этого ножа говорю для особо даренных что этот тест не на затупление от некоторые пишут комментарии меня прямо не смех приводит кто же так тестирует он на этом не затупится а а что тесты подразумевают только затупился или не затупился так тесты подразумевают еще и удобство и попробую вот такой нож я вообще ни разу на продуктах не пробовал это вот так называемый наш нож от вот разведчика диверсанта я не буду рассказывать его историю этого ножа это есть видео предыдущие там можете поискать посмотреть здесь вот мореный дуб рукоять но в двух словах скажу он очень толстый тоже я про него еще тоже сниму краш тесты как-нибудь здесь стоит простая углеродка поэтому ножу конечно вот чтобы я хотел сказать в оригинале вот все-таки меня вот тот клинок который с раскопок он на нет практически уходит естественно он добавляет проникающую способность когда уходит на нет и и добавляет режущие свойства но если брать как туристический нож вот этот то например с точки зрения там банку тушенки открыть то лучше конечно заточку такая полуторная ну опять же это я все коротко говорю отвлекаюсь давайте все таки я буду как делать я вот эти ножи беру в сторону буду делать все стараться вот этим страшным ножом с очень большой линзы и как он поведет себя вообще на нарезке скажем овощей вот сразу говорю красивый я резать не умею я не пор я в основном ножи делу не мог другая специальность мое хобби вот возьмем не долг не так прав магазины к несчастью но убираю сердцевинку вообще такое ощущение что для этого сделал ну попробуем резать значит здесь нужно понять что резать я думал сейчас будет ровно просто нужно ориентироваться по плоскости а это смотреть как уже как пойдет так ну что смотрим кусочки несмотря на то что линза кусочки все ровные и на них нет нигде следов линзы значит поймите меня правильно я не призываю вас готовить якутским ножом вот с такой линзой я просто показываю что в принципе вот как он нарезает мне кажется нормально давайте посмотрим как это будет кухонька понятно вот вырезание вот этой вот штуки уже проиграл якутскому ну это понятно потому что здесь конфигурация специально как бы трешки из помидор вырезать ну да здесь четко прорезано ну вот знаете вот здесь бунцочек нож давно на кухне его давно не правил понятно что не жалей к ночи от моих подмылился по помидору вот все пошел ну да как бы я не буду вам говорить что вот этот нож для нарезки помидор лучше но тем не менее мы видели что помидор он нарезает заодно я вам сейчас показал как просто и быстро правится нож не надо его точить для того чтобы направить нож не нужны не лански ничего вот я на кусок положил раз 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 все я вам хочу вот что сказать все таки вот все эти лански они сделаны для того чтобы ну во первых для больших любителей ножей для коллекционеров а еще их покупают люди которые думают что они им но то не точить не умеют что они им заменят как бы то что они не умеют кривизну в руках это не совсем так поэтому ходить на рекомендацию учить сточить либо вот на таких алмазных брусках либо на дорогих камнях действительно что такое дорогой камень я сам им не пользуюсь но это эстетично начнем с того и очень-то очень практично если на нем научиться точить это конечно вот такой творческий процесс а все эти вот приспособления лански точилки все муть то есть здесь единственно понимаешь я вот эта плоскость должен выставлять если я вот так я поставлю у меня конечно уйдет то есть я плоскость выставляю по вот эту вертикально делаю учитывая толщину вот и вот этой линзы получается очень даже неплохо вот все ровненько никуда не ушло замечательно все путем тоже понятно и вот нож такого этот мощный нож общем назначение ну вот нож конечно я не знаю ну вот есть он да надо порезать помидорки вы знаете ощущение скажу честно вот по нарезанию помидор вы будете это вот стандартная заточка но за счет большой толщины вот этой вот вот этого перехода у меня получается уходит немного еще черных и домикаешь полезу причем уходит то есть кусочки менее ровный получаются несмотря на то что я как бы стараются ну еще раз говорю я не профессиональный повар и красивым нарезкам меня никто не учил к тому же я испытываю нож который для этого не предназначен этот нож все-таки для войны и для туризма прилипает за счет этого вот как ни странно на данной операции первое место сразу вот вот понятно вот понятно а а второе вот хотя более нам привычные все равно вот такие ножи может быть если бы он был поуже или скажем ну если бы он был кленовой заточки полностью от обуха он наверное примерно вот что-то показывал тип кухонного нож залипает даже на помидоре то есть это не его работа трудно взять нужный размер то есть якутский нож показывает нормальный достойный результат ладно делаем огуречки так то есть то же самое кусочки ровная в принципе все ну для такого ножа это конечно может быть не совсем правильная работа сейчас черный гурец попробуем на первый взгляд с помидорами справлялся лучше казалось бы одно и то же нет тут есть нюанс все-таки гурец помидор гулять он жестче естественно то есть мы должны для начала разрезать да когда он жестче и когда его режешь таким топором ну ровный без всякой линзы разрезался это я сейчас как бы делаю ответ на вопрос как он режет продукты когда линза идет вырезать но теперь все четко вот они вот они срезы никаких на них следов линзы нету примерно понятно ну понятно здесь вообще вне конкуренции ну господа это несравнимые вещи то есть на этот можно можно заколотить я знаю там в дереве на нем висеть и можно рубить этим рубить нельзя это специальный кухонный нож вот здесь вообще вопрос нет все таки для кухни должен быть отдельно кухню ну я сейчас на сказал дать все понимают так что мы попробуем один огурец сделать здесь есть здесь если он был потоньше было бы замечательно все здесь есть вот небольшой дискомфорт из перехода из тонкого вот в толстый вот так то есть вот он присутствует понятно что приготовить еду можно чем угодно можно китайским можно вообще в принципе не крошить можно взять соль хлеба и так поесть надо прошло трудно сказать пока сейчас я еще один все таки сделаю чтобы меня совсем понять тоже так же но расширяйте его нет все таки якут тоже второе место вот этот нож на приготовление еды вне конкуренции то есть вот этот ну опять же мне в ресторане готовим еще порезал порезал каш пойдет что там вот но вот Берем лук и его можно прозрочно нарезать. Я не профессионал, а профессионал быстро делает. Классно. Кухник есть, кухонник. С этим все понятно. Пробуем. Конечно, нужно чуть-чуть под углом не держать. Небольшую надо привычку, но это вот такой кусок. Надо все ухудшить попробовать. Вот здесь уже, можно сказать, ломает. То есть, я специально взял разные. То есть, показать на помидоре, показать на огурце. Это разные немножко продукты. И по нарезке разные. То есть, вот здесь уже, по крайней мере, я вот так делал, уже такого среза не получил. За счет вот этой, ну, господа, здесь я ни на что не наделся, собственно. Вот тоже половинку. И вот так делаем. Прикольно. Нормально. но я хочу сказать но по половинке точно неудобнее ну может быть не хуже вот по луку то полу код есть одно по половинке точно работает точно похуже чем вот это страшный нож а у нас якуты будут разные они будут с минимальной линзой это я взял самый такой страшный еще такой вот такой вот он вообще пустой и давайте я попробую этим диверсантом с луковицы ночную так как бы так так если не считать разрезание луковицы пополам колечки показываю вот они то якут лучше то есть если хочу сказать сразу если вот например мы будем делать сапера то сапер справится естественно лучше с этой работы и лучше чем якут и лучше чем этот нож просто он толстый за . вот эта линза и с этой стороны плоскость она оправдывает при большой вот этой толщине при мощности клинка за точку вот такую потому что вот представляете это здесь вот толщина 6 а здесь я еще раз говорю здесь все восемь то есть еще мы добавили бы 3 миллиметра его заточили то его точно уже через нельзя было на этот режет и причем по резу обходит вот этот то есть это опять про геометрию говорю не просто не прошла про геометрию ножа сейчас я уже наладил меня вообще готовить уже туда не составит вот видите шинкует смотрите тоненькие я уже готовишь до ночи не готовил тоненькие ровненькие вот и в колечке прикольно дрова моты отрежем опять же берем шикарно просто сразу я ну понятно нет то есть для походных суровых условиях для того для чего наш делался конечно он выиграет вот эти оба это нож для войны боевой но что и приготовить им можно но по эстетике вне сравнения то есть только пока один момент был когда у нас вот этот нож хуже сработал чем от когда разрезал большую луковицу за счет тоже здесь мы непомерная толщина все так как не крутить он не разломил а это все еще потоньше он прошел все по всем остальным резом здесь 8 и здесь 8 вот здесь 90 пятка одно могу сказать готовить эти ножом можно но для того чтобы готовить дома брать его не надо можно но нужно только если больше нечем для дома вот наш должен быть кто готовит пищу кто готовит пищу песня нет я уж не пробую бюджет наслаждаться а петрушка класс даже меня получается тоже неплохо мы похуже но для такой странный форму нажать честно говоря он работает несколько даже меня удивил снова то есть я такой тест просто делаю это сравнительный первый раз вот когда их прямо через секунду руки меняешь сразу понимаешь чем один нож и чем они отличаются между собой вот здесь на лицо вот они все три ножа вот когда-то я помню были такие всякие дебаты по поводу реза каната кстати по поводу каната вот на этой вести клинок мы отрез каната отказались не оправдываюсь объясню почему потому что я по поводу прошлого года говорил да я снял видео что мне не понравилось так в этом году сделал еще смешнее вообще никого не повестили о том что будет резко каната и подошел леонид борец шаркандовский говорит а вот вы не знали то что резко на будут нет чуть в этом не знали ничего ясновидящий что я не ходили по выставке там повещали вот ну почему это было сделано видимо в прошлом году некоторые товарищи даже совсем мукляжом чуть не проиграли когда люди подготовились кузнецы к выставке к тесту каната а в этом году решили на всякий случай чтобы все-таки мужики со столов ножи давали чтобы уж точно кузнецов выиграл там хангельский этот лукинов еще раз говорю не имеем еще против но может быть леонид борисович имел ввиду что нас не повестил потому что мы не стоим союз кузнецов и не платим взнос союз кузнецов потому что все кто платит взнос союз кузнецов им дают бумагу член союза кузнецов вот но ну не член я союз кузнецов и что теперь мне от этого нормально абсолютно вот и на конкурсы мне на эти дуты как так ладно я отвлекся теперь колбаса колбасу я просто буду нарезать ну честно я обычно не покупаю не но они раз можно так я ем колбасу настоящую которую делают у охме костромской области там она из мяса а как один меморист сказал ничто не заменит мясо в колбасе такие вроде ровненькие конечно не ну понятно сервировать стол этим ножом не будешь ну вот здесь вот нож режет конечно поровней кусочки но не очень комфортно первых поровнений намного то есть он залипает сейчас один кусочек отрежу вот этим тоже резать отрезали понятно ну значит я скажу тут колбаса еще раз говорю я не повар она еще мнется до кучи ну да вот отрезанный кусок допустим вот таким ножом вот я связал край вот вот он поровней но по большому счету они у меня то ли я резать не умею колбасу они у меня все не очень не очень ровный но вот эту колбасу не знаю плюс минус они все одинаково режут опять же хочу сказать не то что хорошо и плохо просто возможно у меня нет не то что возможно я вообще красиво нарезать колбасу для сервера кистова не умею показываю как умею ну вот сыр засад сейчас будет я чувствую отрезаю для сыра и вы понимаете там нужно немножко специально то то есть мы будем простым терпеть немного вот такой сыр терпеть не умеет нальершить Продолжение следует... ну вот этот нож кстати вот этот нож мне всех больше понравилось как по сыру идет вот реально лучше не знаю чем только сейчас вот именно конфигурации вот это влияет опять же повара знают то есть какая конфигурация должна быть для для сыра сейчас кто-то будет говорить что это все конечно очень безобразно нарезал ничего страшного съесться так ну и теперь порежем рыбку рыбка называется скумбрия холодного копчения и он полезть с попробуем начнем скумбрия холодного копчения понятно посмотрим с этим будете справляться вот 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 Если вот надо тоненько порезать, вот это опять все-таки лучше. Моя кут тоже режет вроде, попробую диверсант. Ну неплохо. То есть резюме, на войне лучше закусывать селедкой, не помидорами. Ну и такая рыбка у нас. Я ее опять хочу сейчас разделать якутским ножом. Пишками возьму ее. Так. Так. Отлично. Ну заодно и проверяем как он потрошит. Отлично. Ну нормально. Нормально. Ну тоже нарезка меленькая, классная получается. Вот хорошо у нас по рыбе идет. Парни, будьте это, говорю как есть. То есть, как ни странно, а за разделку рыбы я бы вот этому ножу дал первое место. Так, ну и осталось нам попробовать как вот этот нож режет хлеб. Этот нож понятно как режет хлеб. А вот как этот и вот этот. Ну давайте попробуем. Ну. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. ну понятно что не сравнишь даже просто сравнивать не надо понятно песня тоже ничего и кусочек отрежем хлеб все ножи режет неплохо но кухонник и конкуренции ну и кусочку отрежем ну вот срез есть есть конечно в конце уходит он чуть-чуть здесь небольшой наук понятно что здесь вот не надо никакого наука здесь у вас разведчиком диверсантом шикарно так ну просто закончена весь этот процесс задумался изначально показать как в работе на продуктах вот этот вот самый необычный нож точнее не нож необычный он якутский но есть якутский помягче линзы там я взял сам его с большой линзой с большой толщиной то есть нож который именно для руки предназначен который там строгать ну строгание делать я пробовал шикарно и вот мы пробовали как можно делать продукты то есть резюме очень простое на кухне должен быть кухонь желательно вот такой вот сейчас я работал с 90 пятки но вы сами видели режет чудесно этот нож это таежный нож до готовить пойдет тем более в тайге готовить пойдет тем более это не сервировать стол в ресторане то есть продукт он тоже замечательно режет следующий раз я покажу тест по мясу но и так ему сейчас мясо тестирую режу постоянно но по мясу я могу сразу сказать то есть он выиграет вот эти вот этот нож выиграет вот эти оба ножа по удобству именно по мясу большим кускам по хрящам то есть по разделке там именно больших кусков этот нож будет мне конкуренции а так всего доброго до свидания а а а Продолжение следует...